да здравствуйте мы вам хотим немножко гуманитарного груза передать нас люди собирают нам передают и мы возим сюда помогаем людям кто нуждается а вот готовить на улице да все 3 дня назад ну вот три дня назад да нам сказали хлебушек продукты питания маслица берите на здоровье пожалуй пару слов граждан которые собирают гуманитарную помощь спасибо мы 7 месяцев садим а тут из 24 февраля мы садили четыре с половиной месяца чисто в подвале не вылазочи а вот сейчас когда вылезли вот и печечка наша вот все вот тут мы воду мы ходили наши давайте покажем как вот вы расскажите как вот вы жили оце оце печка о том заготовлене дровца на всякий случай газ газ только дали третий день вот ну покажется сегодня уже три дня як дали газ и то не в всех квартирах там дены разбитые эти сами дымоходы тим еще три дня дал я некоторые до сих пор еще немає а вот и на вот такой печки мы всю дорогу уварило там у нас был мы даже пекли хлеб примостился тут и то самое что собья что хлеба не было ни где ни как и приходилось пекти вот это так и хлеб то лепешки то хлеб то что да тут пекли и вот тут и животных кормили вот тут и сами кормилися все чесное слово а тим людям что нам передают гуманитарку мы я думаю что весь наш дом благоден и все наши и все наши ну настоящие как бы сказать не только украинцы но я думаю что еще и патриоти советского союза так что мы все вам благодарны мы ждем не дождемся мы вот это у нас в июле как 3 июля нас как бы сказали освободили то у нас получается мы вздыхнули наверно недели две три нас было тихо тихо мы все фу и расслабились а потом началось опять гримихать и сейчас вот сегодняшнего утра у нас гримит и гримит и гримит и гримит и хотя бы нам хотя бы кто нибудь сказавшую ну надежда умирает последних а мы все надеемся и надеемся на то что а ось слава богу уже отступлять слава богу их победят и нам так хочется и мы желаем вам вашим солдатами нашим солдатам ленеровцем членеровцем ну короче настоящим а не им скажите пожалуйста им желаем а мира мира всем желаем вот сейчас пытаются в этот конфликт который втянул зеленский украину санду президент молдавии пытается втянуть молдавию передайте слова они граждан молдавишь они как они должны себя не хай это самое не хай граждане молдовии подивляться на нас на простых украинцев у нас тоже булатила куча заводов я готова короче у нас 5 шахт было у нас был НПЗ у нас был сода у нас два стекольных завода было у нас у нас у нас и птицефабрика и пивзавод у нас ну короче у нас куча было предприятий вот як раз спався советский союз той же приватизировали нас приватизировали вот тоди мы стали нищими нищими еще раз нищими у моему старшему сыну сорок семь лет всю сознательную жизнь у цели с донсода ось она рядом у нас тут донсода ось ниже вот так нас дивиться то руины все донсода была сода была 2 2 завод в ну в украине что в этом в украине был красноперекопский возле крыма и у нас а наша сода славилась на весь союз советский союз славился а теперь у нас ничего не мая нас ничего не мам нас молодежь ся поразъезжалася так вот хай эти молдаване думают глядячи на нас и думаю чи слухать эту санду чи не слухать эту санду а санда вона наверно это проплачено американцами так и наши были проплачены американцы хотя сода у нас перехода з руки в рук она перехода рази в десяток и перекупляли перекупляли я думаю что если хотели чтобы який-то завод заработал даже если приватизировали его тут нужно вложить деньги а все хотят быстрых денег что сегодня вклад и сегодня уже сегодня уже получил как бы сказать доход а так не бывает доработалася сода покуда уже совсем с нею все витянули як-то до внутричьи ничего не дали не вкладывать ни одной копейки ни одной гривны не вложили а все теки тягли 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 растягли ну все теки на оцом а два таких стекольных завода у нас ишло на экспорт все скажите будь ласка молдове потребно будет с европы и россии а я что вы на украине а вы на украинском я на суджику я на суджику я на суджику я просто перешел я не нащеру украинскую я даже и не можу нащеру украинский я не можу нащеру скажите с кем надо быть молдове с россией или вот в европу я думаю что нужно хай не восстановить допустим советский ну это моя мысля такая что хай не восстановить советский союз но но все равно мы должны как-то добрососедствовать мы добрососедствовать и торговля была самая главная мне кажется в овене они и на чем они основаны до того что у каждый хочет хотим америка они продают нас у нас уже в кабалу отдали мою ману внучку 7 лет а наверное уже его пра-пра-пра уже должны за оце что сейчас это оружие дали на какие деньги ну Ну, это нереально, чтобы мы зажиликались. Вот это точно так и Молдавия сделает. Если они, народ не проснется, не возьмется за головы, не подумают, не проанализируют. У нас всех обдурили. В 91-м году нас всех обдурили. Казали, что мы будем вроде бы вместе, а стали мы пораз. Ну, ничего не вышло. За 30 лет у нас, наверное, кто знает, что мы так сделали. Мы сделали такие, ну, вандали мы какие-то сделали. Мы не созидательные, а мы какие-то разгорители. Ну, не знаю. Вот так получилось. То ли все хотели, то ли разбалували Запад вот этими всякими подачками. Ну, подачками имеется в виду, я так думаю, то жевательные резинки бігали за ними непонятно, то за джинсами бігали непонятно куда, то еще за якось-нибудь тряпку, ну, бігали ж мы. Бігали, нам это было в диковину. А может, надо было, а может, надо было, чтобы оно в нас было свое, а не такое, как там, ну, было бы свое, чтобы оно уже было в нас, наше. А может, оно было бы по-другому. А то ж мы продалися за все. Продалися. Все люди продалися. И получается, что мы не созидатели. Мы все вандали, разгорители, все разорили свое государство, разорили. У нас ничего немає. Ничего немає. Точно як. Если сейчас молдаване не будут думать, то их ждет. А если молдаване не будут думать, то что у нас? Ну то, что у нас? Молдова и так сейчас одна из самых нищих стран в Европе, как они считают, но будет еще хуже, потому что молдаване говорят, ну куда еще хуже. Ну сейчас к Европе нам будет хорошо, но они не понимают, что, когда военные действия, что это такое. Вот я не понимаю, мне сейчас хочется глянуть, мне сейчас хочется глянуть на утих, на утих украинцев, які бігали по Майдану в 14-м году, точнее в 14-м, особенно в 14-м, як бігали с трушляками вот тут на головах, с каструлями, с трушляками. Да мы, да мы в Европу, да мы то и да мы это. Чтобы получить их стандарты, те, что по европейским стандартам. Вот здесь я одна вот тут, я одна убираю. С этой войны я одна убираю, никто не выходит. Не то, что я там скажу, что я одна на балансике, нет, мне кажется, если б каждый, по чуть-чуть бы, как бы, сделал бы, вниз бы свою эту самую, и нам бы наступило, как бы, просветление якесь. А каждый хочет на чужом горбу в рай поехать. А вот если хотят по европейским стандартам, да никто нам их не даст. И Молдаванам никто их не даст, европейских. Если мы будем конкурентоспособны американцам и европейцам, да им надо нас задавить, чтобы мы не могли ни торговать с ними, ни в одном строю идти с ними. Это ж и так понятно. Если думать, мыслить и сравнивать то, что было. При, допустим, при Советском Союзе, я еще при нем пожила. И плакали мы, как Советский Союз распался. А теперь уже плачем, потому что у меня, например, мои дети уехали, и не уехали б, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что старшего сына, вот невестка моя, она приехала по компьютеру, познакомилась, и она приехала из Вильницкой области сюда. Ну а теперь же забрала моего маленького. А мой сын думал, что делать, что делать, если семья уехала, а он остался тут. Сколько трагедии, сколько личной трагедии, сколько личной боли. Это не трагедия. Он тогда весь был на нервах, и пережил, как это я останусь тут, а он куда-то уехал. А потом, как я пришла и сказала, назвала его по имену и говорю, сынок, я на тебя не обидусь, а если ты уехал, я не обидусь, потому что там твоя семья. Вот в каждой семье, вот эти, масса трагедий таких, масса трагедий. Одни пошли воювать и погибли. Другие, можно сказать, что втекли отсюда, и тоже там жизни нет. Потому что мыслями, вот тут он. Тут он мыслями. И связаться нема, ни интернету нема, ни хрена немае. Ни света, ни интернету. И вот это через пятьдесят, не знаю, какие там приложения заходят. И то не он. Так, как это? Лягаешь, думаешь, встаешь, думаешь, и опять лягаешь, думаешь. Вот это самое каждый день. Жить вот в этом состоянии психологическом, это очень тяжело. А вот в этом состоянии, это невозможно жить так. Понимаете, у нас вот тут есть бабка. Вот, давай, Альфа, отойди. Вот есть бабка вот тут. Когда-то до войны дочкой я помогала за ней ухаживать. У нее трое детей. Две дочки, сын. Сын, оказывается, десь у нас в городе. Его бачили неоднократно там, в центре, возле рынка. Судавин, вот это не явился с декабря месяца. И вот бабки тебе были 90 лет, 29 декабря. И как вы думаете? Они ее бросили и все. И сказали, даже бросили, я не знала, что они уехали. Вообще не знала, что они уехали. И потом они думают, что это значит у меня должна совесть быть. У меня она должна проснуться, а у них нет. А она же, вы понимаете, она очень тяжелый человек. Но дело в том, что она смотрит на меня, то представляет, что это кто-то из ее дочек. И вот она мне и так и может чудить, как они творят. Что, ну, что сил просто немало. Доча была, как-то было, то, наверное, месяца полтора, может, трошки больше назад. Интернет появился. И то бегали ее шукать по округе. Так вот связали с совестью у вас, как есть. То они ездили и в Даню, где только они не были. Ну что, они где не нужны? Ну, где не нужны? Ну, не где эти украинцы сзади, где они нужны? Ну, где они нужны? Так и молдаване тоже самое нигде не нужны. Но они не понимают. Вот тянут их в Европу. Санду тянет в Европу. Правительство. Вот говорят, там будет хорошо, но там ничего и будет хорошо. Не будет хорошо. Не будет хорошо там. Мы должны сами сделать своему государству хорошо, чтоб нам было самым хорошо. И чтоб с соседями жить нам было хорошо. Комфортно, чтоб. Санду сейчас думают ввести войска НАТО в Молдавию, чтобы обеспечить безопасность, неделимость государства, целостность, нейтралитет. Это имеется ввиду Приднестровье и Молдавия. Конечно, конечно. Так тут уже ж надо распалить. Там же ж в Казахстане не получилось. Тут Белоруссию трошки шарудили и не получилось. А Лукашенко молодец. А вот мы силы с задней своей в колюшу. На полную. Мы силы на полную. И вот несколько дней назад одно из изданий, популярное американское, президента Молдавию Санду ввели в категорию пяти сильнейших женщин мира, которые противостоят Путину. Понимаете? И она там вся расцвела. А народ может прийти к состоянию войны с Российской Федерацией? Ну, из-за Приднестровья. Да. Из-за Приднестровья. И, сейчас, Санду так гнетает в вопрос Приднестровья. Это же понятно, скажите, понятно, что Россия и Приднестровья не оставят? Нет, конечно. И не надо оставлять. И не надо оставлять. Там вооружение много. Там граждане России. Конечно. 300 тысяч человек. Конечно. А Санду сейчас будет вводить войска Плате к Приднестровью типа для того, чтобы решить вопросы регулировать. Это специально, чтобы ослабить Россию и все. Да, а Россия будет вынуждена реагировать на данное обстоятельство. И что произойдет в итоге? Скажите мне, что произойдет? Что произойдет? Страшно, что мы вспили пожить, а мы, вот, внученок семилетний, можем не вспить, что может наступить Третья мировая. Вот это страшно. Вот это страшно, да. Страшно, страшно за своих детей. Расскажите немного ощущения, что значит, когда вы ложитесь с прилетами, вот чтобы граждане Молдовы понимали. Ощущения. Вот вы знаете, у нас вот там подвальчик. Ой, задумываем, вон трошка его выглядают, вот и вход в подвал. Ну и что там подвальчик? Ну подвал, ну дом-то який. Кто подвалы под домом делал для того, чтобы спасаться, ну, укрываться от обстрелов. Это не задумано было, это были подвали, чтобы там хранить что-нибудь, закупорку какую-нибудь. И то там у нас отопление там ишло под низом, так что там, ну, картошку во всяком случае мы там не хранили, может изредка кто-то. Ну подвали не для того, чтобы ховаться. А у нас не где было ховаться. Оце ось, оце ось 5 марта разбили, оце ось 5 марта, ото вороночка была, ото все, векна выбило, оце все, вилетело. А оце у нас случилось. 24 июня, оце 24 июня горел наш оцей четвертий дом, что за нами. Ночью попросыпались. Там люди были дома или никого не было в этот момент? Ну, Славик, он у того, его квартира, ось батьковская квартира, он вот тут ось был на первом этаже. А вот мы ложились оттуда, заходили туда все, да? И оно, как начинает валить, знаете, оно, как это, сказали, как эти луганчане, то есть селенировцы, там, что они уже на этот самый, на слух определяли, что летит, куда летит и как летит, да? То, я не знаю, до этого привыкнуть невозможно. Просто до этого привыкнуть невозможно. Просто мы все были в шоке. Даже оця сабацюра, оця, она приблудилась до нас, оця в войну, не знаю, в начале апреля, наверное. Она залетала оттуда, в подвал вместе с нами. Вы, до меня, там такой маленький, такой подвальчик, и вот она оттуда заскакивает, и сидит вот так вот, типа, это животное. А человек понимает, это только чует, чует, что оно так страшное, что делается. А мы-то все еще понимаем, что может произойти. А дом ходи в ходу, ну. Потому что, ну, до этого привыкнуть невозможно. И мы так просидели четыре месяца, четыре с половиной даже. Вот это, выйдем, ага, и в ухо нас тромили, чи растоплять печку, чи не надо, чи что делать. Да, это передать. Так что, молдаване, вы с ума не сходьте, не слушайте этих сандов, что они продалися, а то будет так, как продался наш зеленый. И что нам нет жизни, и наша молодежь непонятно, куда подевалась, одни воюют против других. Это не нормально. Мы все один народ, и всем хочется жить хорошо. И умирь, я думаю. Уважаемые друзья, мы ездим по Лисичанску, и вот заехали в один из дворов, и женщина убирала во дворе, поэтому мы подошли и разговаривали. Вот вы внимательно подумайте о всем, о чем было вам сказано. О личной трагедии каждого человека, о личных трагедии в семье, о том, что невозможно видеть внука маленького, как он растет. О том, что надо бегать от прилетов, и не знаешь, выживешь ты в эту ночь или нет. О том, что с родными надо прощаться каждую ночь, потому что ты не знаешь, проснешься ты или не проснешься. И молить Бога о спасении всех. Каждое утро благодарить, что ты пережил ночь, и что наступает утро моей жизни, моего сына младшего, он возле меня, слава Богу. И за двух, те, что отсутствуют возле меня, те, что в чужой стороне. Когда вы читаете новости, говорите. И я хочу, чтобы вы не только слушали новости, те, что посылают, как это, не те новости, что хотят американцы вам, они диктуют вашим, наверное, прессе вашей всей, СМИ вашим. Вы еще сами за себя думайте, сами за себя думайте. Никто вам хорошего, никто вам пенсии европейские не дать, их надо заработать просто-напросто. Никто вам не даст европейские стандарты, потому что вы тогда будете конкурентно способны. А конкурентов не любят. Вот не любят Америка, наверное, Россию, а мы все равно часть, как Россия, у нас на генном уровне. Мы, восток, мы все равно ближе к России, чем к западу, наверное. Так что старайтесь по совести, слухать себе, а не зарубежные СМИ. Спасибо вам большое. Я еще хочу сказать несколько слов, особенно гражданам Молдавии. Когда вы читаете новости о том, что, возможно, будет мобилизация, просто новости не могут быть пустыми. Те новости, которые вам дают по чуть-чуть, для того, чтобы вы к ним привыкали. Но вы должны понимать, что мобилизация будет в Молдавии, и на этом стоит президент Молдавии, госпожа Санду. И войдут натовские войска, которые будут пытаться решить вопрос с Приднестровьем, и Россия будет вынуждена реагировать, соответственно, для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации. И мы придем к тому, что многие находятся в Российской Федерации из граждан Молдавии. Многие родные на территории Молдавии будут мобилизованы. И станет вопрос о военных действиях, о том, о чем нам сказали, когда отец будет воевать против сына. Когда сын будет стрелять в сторону своих родных, граждан Республики Молдова. И это будет, если мы с вами будем бездействовать. Сейчас нужно все сделать для того, чтобы не допустить, чтобы не дать возможность Санду принять самое страшное решение, которое она может принять для граждан Молдавии и для всего мира. Потому что с этого действительно может разгореться Третья мировая война. Всем огромное спасибо. Берегите себя. Сохраняйте мир в душе. Всем мира и добра. Молдаване, мира вам. И не подивиться на нас, на украинцев. Россияны, мира вам. Редактор субтитров А.Семкин